Сейчас будет хорошо слышно у всех участвующих, это нормально, получается. Слава Богу, братья и сестры. Продолжаем расслуживать над Словом Божьим. Шестая глава Галатам. И стих по очереди у нас сегодня седьмой. Мы его прочитаем и с Божьей помощью будем потихоньку разбирать, как мы говорим, по запчастям. Звучит он так. Так, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Ну и дальше апостол продолжает, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет ленья, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Две разных почвы. Об этом, я думаю, мы будем говорить позже. А сегодня мы берем во внимание седьмой стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Ну, как бы главная мысль сеяния и жатва, она тут на поверхности, понятно, но мы же на разборе заходим немножко шире, немножко дальше и рассуждаем. Даже если в этом стихе напрашиваются какие-то другие темы, то у нас есть время и возможность этого всего коснуться. То есть мы можем оттолкнуться от этого стиха, оказаться в любой части Библии, походить по всей Библии. И главное до конца разбора, возвратиться назад в этот стих, подвести итог и с миром Божьим. So we can start with this verse, go anywhere in the Bible, and basically travel all through the Bible, and then before the end, return to this verse, and reread it, and end our Bible study. Для того мы и все это делаем. Да, как раз вот эта фраза у нас сейчас перед нами, насчет чего мы будем рассуждать, не обманывайтесь. По-английски понятно оно звучит, understandable. Не обманывайтесь. Do not be deceived, or do not lie to yourself, right? Do not lie to yourself and to anybody else. Но здесь, to yourself. Ну, вот такое словосочетание, не обманывайтесь. So this is the word, these are the words, do not be deceived. Как мы понимаем вот эти слова? How do we understand these words? Не обманывайтесь. Some synonyms are do not be tricked. Or do not be led astray. Ну, в этом контексте-то можно понять, что я могу думать, что я делаю что-то правильное, но на самом деле это неправильное. Но я себя настраиваю на то, что оно правильное. Я обманываю самого себя. И в итоге? И в итоге делаю неправильное вещи. So it's possible that we think that we're doing the right thing, but in reality, we're deceiving ourselves, and we're doing things that are not right. или же иногда то, что другие делают, а я соглашаюсь с тем, что неправильное, и считаю, что это правильное. Обманываю свою совесть, самого себя, соглашаясь с тем, что неправильное, полагаю, что это правильное. То есть, результат один человек оказался обманутый. Но вопрос стоит, из какого источника пришел этот обман, то есть, кем человек обманутый. Да, человек обманутый, но кем? И кем человек вообще может быть обманут? Ну, обманщик номер один, самый старый, который есть во Вселенной. И профессионал своего грязного дела. Ну, мы знаем, кто. Отец лжи. И обманул он первых людей. Пообещал им там многое, а получилось. Ну, значит, с этим все понятно. А вообще вот так в жизни, в общении, в отношениях людей, а обман исходит от кого-то, к кому-то. Или же, как в этом тексте, мы читаем и будем рассуждать, что я могу сам себя обмануть. Он меня может обмануть, или я сам себя могу обмануть. Ну, обманывать – это зло. Кому обман в жизнь принес счастье, радость, мир и благословение? Никому. Может, какие-то миражи в начале, там что-то, где-то обманул, но в принципе, в конце концов, обман счастья не несет. Может, может быть, может быть, что-то в начале, но в конце концов, это не предупреждение. Когда он обманывает, и других обманывает, то только он один радуется. Да. И понятно, когда кто-то кого-то обманывает, там какие-то есть для этого цели, что-то человек преследует этим, ну, делает зло. Но как-то более печально эта вся ситуация звучит, когда сам себя обманываешь. Ну, вот это вот, сам себя обманываешь. Когда кто-то обидно, но когда сам себя обманываешь, сам бред, это что? Ты что, враг сам себе? Ты что, ненавидишь себя? Ты не любишь себя? Почему ты лжешь сам себе? Are you your own enemy? Do you hate yourself? Why do you like yourself? Why do you deceive yourself? И точно так же это никакого добра и блага и позитива не принесет в твою жизнь. Значит, не обманывайтесь, не обманывайтесь, я бы так сказал, номер один, не обманывайтесь кем-то, не допустите кому-то вас обмануть. И не обманывайте сам себя. И не обманывайте сам себя. Ни кем-то, ни самим собой. Я, когда рассуждал насчет этих слов, то я вспомнил, что в Писании вот эти слова, не обманывайтесь, они не однажды употребляются апостолом. Я посмотрел по симфонии, где такое написано. И нашел, что вот этим апостолом, автором вот этого послания, которое мы сейчас разбираем, послание Галатам, а автор послания Галатам кто? Максим опоздал, тебе, значит, как наказание вопрос. Who is the? Приводи дальше. То есть, the author of Galatians. Yes. Молодец. Знает. Молодец. Про евреям не буду спрашивать. Сборный вопрос. Богословы еще не разобрались. Ага. Значит, три раза вот этот апостол Павел употреблял вот эти, вот это слово суштания. И один раз иной апостол. Три раза апостол Павел сказал эти слова. И также Ноа сказал это. Иной, другой, another one. Я не понял. Я сказал иной, иной, другой. Может, и Ноа тоже так говорил, но я просто не читал. Я тоже, как бы думаю, что-то непонятно. Я думаю, что Ноа должен был говорить тем людям, которые насмехались над ним, когда он строил. Похожие слова должны будем говорить. Потому что они, кстати, обманулись очень жестоко, да? Первые жители или земли. А Яков, Яков говорил. Джеймс. Да, да, Яков говорил. И я выписал вот эти слова и меня заинтересовало вот в каких контекстах употреблялись вот эти слова апостолов. Не обманывайтесь. Хотите я просто с вами поделюсь? с вами поделиться? Да. Мы же говорили прошлый раз делись всяким добром. Записывайте. Первое место это будет Яков 1.16. Ты бы мог брат Петр на украинском языке проверять, как там будет звучать. Яков 1.16. И он так сказал, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom is no variableness nor shadow of turning. Апостол Яков так предупреждает. Не обманывайтесь, братья возлюбленные. Не обманывайтесь. И в чем здесь заключается обман или самообман? В чем самообман? Отчего предупреждает Яков? And so what does James warn us? Where is the deception? Дальше он говорит, не обманывайтесь, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше. Нисходит свыше. And so James says, Do not be deceived, my beloved brothers, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of Lights. Father of Lights. Классно. Потому что я как-то в жизни слышал, когда это читали, ударение ставили на разные буквы и кто-то читал от Отца Светов. Кто-то читал от Отца Светов. А правильно? When people say, well, in Russian only, light is... Yeah, in Russian. А как уранский? Светов. Светов. Какой-нибудь Светов. То есть Свет. Светов. Okay, yeah. Father of Lights. Свет. In Russian. Иаков Бога здесь называют Отцом Света. Lights. И почему-то в русском переводе и даже в украинском слово Светов ну, во множественном числе. А я что я с переводом? Можно? Father of Lights. Прочитаю. Смотрите. Любимые мои братья, не заблуждайтесь. Все добрые и совершенные дары приходят свыше от Отца, Творца небесных светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемена. Да. Прекрасно. От Отца небесных светил. И... А почему не обманываетесь? А что, кто-то может обманываться и что-то по-другому мыслить в этом отношении? So, why does it say do not be deceived? Is there any... What's the alternative way of thinking then? Да, да. А мне не совершать. Да, ну... Это мы сами, да. Да. В чем состоит... Вот поразмыслите так быстренько. В чем может состоит самый адман? От чего предохраняет Яков возлюбленных братьев? Не обманывайтесь. What is Jacob protecting the beloved brothers? What kind of deception? Ну, Максим сказал, что кто-то может подумать или прийти к такому выводу, что... От себя. От себя. Кто-то... Значит, главная мысль апостола, что все хорошее, доброе, прекрасное, со знаком плюс, So, like Max also said, that every good gift, that everything that has a plus comes down from the Father of Lights. Да, у него один источник, один автор, один даятель, это Отец. So, everything positive, everything good has only one source. It comes from above. Свыше. It comes down, like it says here. Где там пишет only one source. It says here, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of Lights. So, it's not saying that it's just one source, but it's talking about every good gift, so it's talking about every gift has one source. It comes down from the Father of Lights. everything good, every good gift, and every perfect gift, Я считаю, что может быть и от человека добро, и от Бога. Там не пишут, что только все доброе от Бога. Что человек не может сделать доброго. Может сделать доброго и делать. И вы, шановный брат Петро Иванович, мне в жизни сделали много доброго, но я это принимаю как от Бога через вас. Пойдет? Не пойдет, да? Не, не, Бог тебе дам доброе сердце такое. Бог тебе дам доброе сердце и до меня такие расположения. Вот там все говорите, аймен, аймен. Написано, что сделаете одному из малых, и кто сделаете мне, правильно? Да. Бог дает для сердца желание сделать то хорошее. Ну, все равно источник добра Бог, а Бог это может делать через ворону для Ильи. Для Ильи. Для нас. Кстати, ну, слава Богу, что в мире так много ворон летает. Мы иногда думаем, как будет, что будет, туда-сюда. Так реально, ворон есть, есть. Не в сердце. Если Бог скажет, то все будет. Ну, я хотел еще показать, что по-английски говорит is, это значит гарантия, подтверждает, что оно есть свыше и от отца. Он приходит. То есть ничего доброго снижения не приходит. От отца тьмы доброе не приходит. От отца тьмы доброе не приходит. А свыше приходит всякий совершенный дар и даяние благою. Даяние доброе и всякий дар совершенный. Да, и мы принимаем, мы как христиане, мы все принимаем как от Бога. Любое добро. Кто-то тебе помог, кто-то тебя выручил, кто-то тебе что угодно. Мы за это говорим слава Богу и спасибо человеку. А я уже спрашивал этот вопрос, но еще раз напомним, освежим памяти. Что для нас более выгодно? Для нас, вот с точки зрения вечности, для нас, что более выгодно? Чтобы нам десять раз сказали спасибо, thank you sir, thank you sir, thank you sir. God, thank you for this person ten times. Для меня намного важнее, чтобы за меня или из-за меня кто-то говорил Богу славу. Если Божье имя славится через тебя или из-за тебя, из-за твоих каких-то дел добрых, хороших. Не столь важно, сказали там тебе спасибо или не сказали. Нет, добрые люди скажут спасибо. Но то, что Богу скажет слава, это сравнимо важнее. Я хотел еще добавить, когда у проповедников, которые идут по улицам, и спрашивают у них о добро, о зло, и всегда находят, что у человека есть это желание к доброте, и если что-то скажут, то они понимают, что плохое, что нет. Заложено у них понимать, что доброта есть. И еще раз подметим, от какого самообмана предупреждает Иаков. Не подумайте, что это откуда-то от другого источника. Везуха. Фортуна. Что-то фортуна. Вот такая штука. Не знаешь, как произвести? Ладно. Пофортунило тебе. Да, да, да. Ну, такое... Мало ли кто-то что может подумать. Но это будет самообман. Но реальность в этом стихе Иакову, мы можем видеть, предупреждает он, чтобы не было самообмана. И что еще Джеймс говорит нам, чтобы нет самообмана? Как бы в контексте говорит, от Отца Света, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Вот из этого стиха как много мы можем выучить о Боге. Первое, то что Он есть Отец. Помогайте. Святой. Святой. Как-то там по-новому там классно так звучало. Светил небесных, Он есть Отец. Творец, да? Творец. Небесных светил. Да. Творца небесных светил. Вот это Он, это Бог. Ага, следующее. Он добрый, раз Он дает даяния добрые. И все доброе от Него. У тебя есть мама? Это от Него. Папа? Тоже от Него. Домик есть, где живешь? Это от Него. Все доброе, с наком, плюсик, что у тебя есть, смело говори, где взял Бог дал. И каждый день по много-много раз говори, слава Богу, слава Богу и Аллилуйя. Аминь. 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 Это второе, что из этого стиха мы узнали о Боге. Третье. Третье. У Которого, то есть у Него, нет изменения и нити не перемены. Что мы третье узнаем о Боге с этого стиха? Он истинный, и у Него таких вещей, как изменения. И не просто перемена, а даже, понимаете, если вот так вот ручечку на свет поставить, то ручечка стоит, а вот напротив нее такая вот тень есть. То у Бога не просто нет перемены, у Него даже тени от этой перемены нет. Да, даже тени нету перемены у Бога. Потому что, можно сказать, даже в мыслях нету. Даже в мыслях, даже близко. Мы по-человечески говорим, нам даже не снится. О Боге так не скажешь. И как раз вот в этой сфере, вот этом качестве Бога неизменяемый, тоже люди способны самообманываться. Спроси меня, как? 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 Как вы думаете, что люди могут быть спередренными? Думаете, что в Боге не изменяются. У них нет не изменений видео. Или каких-то вариантов в Боге. Как? Как они могут быть спередренными? Как они могут думать? Как они думают? Все меняется, и Бог тоже способен менять какие-то свои принципы, взгляды, мнения и отношения. И люди живут сегодня так, как будто бы Бог давным-давно уже в сто раз поменялся после своего, ну, из страниц Библии. Но ведь правда в том, что Бог не меняется, у Него нету даже тени-перемены. У Бога нет такого, что вот я подумал, подумал, подумал и передумал. Вы знаете, я передумал. За исключением Ниневии. Смиловался. Понимаете ли, мы говорим сейчас... Он не поменял мнения. Мы говорим о принципах Божьих, о Писании. И да, если человек, Бог, например, сказал, что грешник смертью мертв, человек покаялся, Бог обменяет. Это все у нас есть в Писании, мы об этом знаем. Это милость Божья. Но если Бог сказал, когда-то давно, вот в первых страницах этой книги, не кради. И вот тут одумал, думал, 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 а вот здесь уже в конце сказал, ну, если уж сильно надо. И никто не видит. То есть, вот что Бог не меняет, да? Принципы Божьи. Я вам такой примерчик приведу, где человек оказался обманут, потому что не читал, наверное, Якова, не, наверное, точно не читал, потому что Якова тогда не был. Тринадцатая глава Третьего Царствия. Из Галилеи Пророк Божий приходит к Иерувамчику Цару, а он там возле жертвенника, помните? И у Пророка было Слово от Бога. Он это Слово передал, у Бога к этому Пророку были конкретные требования. Пойди, скажи. Пошел и сказал. Той же дорогой назад не возвращайся. Назад он пошел другой дорогой. Третьего. И ничего в той местности не ешь. И вот здесь получилась беда и проблема. И мы знаем, как это все произошло. Нашелся человек, старец. Пророк. Почему-то он вот это все замутил. Историю. Догнал. Сказал. И там написано четко, ясно, черным и по-белому. Он солгал ему. И получается, что по словам этого старца, Бог changed his mind. Молодой говорит, я не могу возвращаться с тобой и есть хлеба в этом месте. Ибо словом Господнем мне было сказано, не ешь ничего там. Это мое откровение от Бога. А старец говорит, ну это твое откровение. А вот еще мое откровение. Свежее. Бог тебе когда говорил? Три дня назад. У меня свежие есть. Каждое утро свежие новости. И свежее откровение такое, что Бог передумал, можешь возвращаться и поесть. А когда сильно хочется есть, амин, сильно хочется есть, я знаю, что тот молодой Пророк был очень сильно хангрий, то есть голодный. И когда звучит тебе такое откровение, в него легко поверить. Потому что когда вот тот старец говорит, что такое мне было, ангел Господний мне явился и сказал, а плоть кричит, да-да-да-да! И он пошел, и это была его беда. А Бог, оказывается, не поменял свое мнение. И оказался обманутым, этот молодой Пророк. И это стоило ему жизни. Человек Божий. Человек Божий. Это стоило ему жизни. Это вся история. И потом, как он сказал, за то, что ты не послышал. Ну, вот так мы с вами просуждали первые 16 Иакова. Мы взяли три сильных характеристики, три сильных Бога самого, Бога Отца. И в чем есть опасность самообмана, где Иаков говорил, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. И в чем есть опасность все доброе приходит от Бога. И у Бога нету перемены. Даже тени. Ага, где еще я нашел вот эти слова, не обманывайтесь. В первом послании к Коринфянам после Павла 6 главы 9 стихом. И украинский текст, пожалуйста, найдите. Эта фраза начинается со средины стиха. И звучит так. Не обманывайтесь. И это говорит, не блудники, не идолослужители, не прелюбодеи, не малаки, не мужеложники, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники. Царство Божье не не наследуют. Это со средины начинается, а там чуть выше другой текст. Начало там, там другие слова. Ага, здесь есть слова не обманывайтесь. И мой вопрос к вам и к этому тексту тот же самый. В чем самообман? Судя по словам, по следующим словам апостола Павла, в чем заключается самообман, от которого предостерегает апостол? Перечисляется разного рода гнусности, грехи, мерзости, в которых люди пребывают, которые люди имеют. И он говорит, что такие люди, Царство Божье, не наследуют и точка на этом. Дела плоти. Дела плоти. Я хочу подметить, братья и сестры, исходя из той ситуации, которая сегодня в мире, и мы видим, что происходит around us. Как раз то многие люди обманываются. Вот на этом споткнулись и обманулись, и продолжают быть обмануты. И другими, и самим собой. И знаете, что это все, чем люди, как одеялом, когда мы ложимся на ночь спать, одеялом накрываются. Знаете, чем люди накрываются? Им так там тепленько, комфортненько под одеялком. Знаете, чем люди накрываются? Бог нас любит. И они говорят, Бог любит нас. Голдан, глудники, идолослужители, прелюбоденники, малаки, мужеложники, бары, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники. Бог нас любит. Мы accept на дверях таких разноцветных написано возле некоторых церквей, да? Да, это говорит, да, на цветные двери, в некоторых церквях, мы accept всех. Так, Бог, Бог, да, вы accept хоть, хоть, я уже не буду там дальше, ладно, но accept нет ли их не Бог? Апостол здесь говорит, что? What does the апостол say here? Не accept им. That they're not accepted. It says, shall not inherit the kingdom of God. Нас такими бог создали. Please, give me a break. Well, all people were created sinners, but what do they have to do? No, people were created as 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 ecclesiast. It was perfect, but people were inclined. Right, because of Adam. So we're all born sinners, not created. Born sinners, but so what do we have to do? Well, I was a thief or a liar or a drunkard or like people know what I say to those kind of people? All people who right now see you minute 6 45 right now right now are burning in hell very much and no less than us today at one time God loved God you know what I mean but they are in hell right now God is love God is love God love God love God love what you do and if you love what you do and God does not love what you do and God does not love what you do God God does not God God does not do and and he says these such shall not inherit the kingdom of God but the people they are deceived they think that well doesn't matter, God is good and you can be safe but like it says repent of your wickedness and return to good works it's interesting if a father or mother is good and they have a lot of love for their child then they hate anything that is going to bring any harm so they make sure that they protect them from any evil, from anything that's bad anything that's harmful because they love because if a mother or father or parent didn't love their child then they wouldn't care if their child was doing things that were bad that were bad for them physically, mentally, spiritually whatever but on the flip side those people who love evil who love wickedness what do they hate? who do they hate? well you're discriminating against me because I love sin so people will always hate the opposite of what they love so people love sin they will hate good so if I hate sin then those who love sin will hate me that's always how it is does that make sense? да, да, да those who love the devil and his wickedness this whole list everybody who loves that will hate God and Christians and those who are against it and now you will be you'll be a hater you don't love you're discriminating или обмануешь будешь служить и другого you'll either serve one and hate the other or vice versa ага, вот вам и где встречаются слова не обманутесь в чем, где люди способны самообман допускать а Библия, Евангелие, апостолы предостерегают нас от этого следующий стих Писания который тоже звучит как начинается не обманывайтесь это 1 Коринфянам уже 15.33 15.33 1 Коринфянам тоже очень интересный момент на который нам надо остановиться и обратить внимание не обманывайтесь двоеточие худые сообщества развращают добрые нравы do not be deceived colon evil company corrupts good habits 1 Коринфянам 15.33 худые сообщества развращают добрые нравы evil company corrupts good habits ну вы понимаете кто-то хотел когда-то пошутить и придумал что типа нельзя общаться с худыми людьми не об этом речь не об этом речь худые сообщества плохие сообщества плохая компания плохие друзья у меня к вам теперь тот же самый вопрос в чем самообман от чего тут апостол Павел нас предостерегает so now I want to ask you I want to ask you the same question where is the deception here where does Apostle Paul say do not be deceived where can we be deceived может человек подумать so what can a person think that he's a christian а ты хоть не верующий я же верующий я верующий я верующий и потому что эти люди не христиане я христиан ну да то что мне там взробится ничего все где нормально я же стою я верующий чего проблема мне туда пойти я знаю истину я знаю Писание я крещен с этим Духом я хороший верующий я такими останусь я не собираюсь стать так как они я наоборот там буду евангелизировать I will continue to be a good christian I will evangelize я все окей за меня пока мама не тревожьтесь я знаю я знаю I'm ok mom dad don't worry about me I know не давайте себе звести товаристо лихе псуе добрые звичаи то не то шо кудес там де є зло шо туда не можеш пити то уже товариство то уже компания дружба с мэром то уже you become a friendship yes да да с одной стороны interdependent ну а начинается то еще с маленького с маленького почему мы говорим что если ты пошел за Богом но до этого ты был плохой компанией оставь эту компанию у меня так в жизни было у меня было очень у меня была хорошая порядочная прекрасная но мирская грешная компания они мои друзья были все добрые грешники и я был добрый грешник когда меня Бог позвал я понял что мне с ними не по пути или я с ними я такой как они или если я с Богом я рву с ними всякие отношения но только привет здравствуй or if I'm with God then I you know sever our relationships and just hello and goodbye здесь здесь когда мы прочитали этот стих и в следующем стиху одно слово оказывается когда мы самоубманываемся мы нас Павел сравнивает с пьяным человеком so if we deceive ourselves Pastor Paul he compares us to somebody who is drunk and he says собра отрезвитесь and then it says you know собра мы сами не знаем что мы делаем если мы так думаем что нас не устоим in the English language translation in the NKJV it says awake to righteousness and do not sin многие самоубманулись many people have deceived themselves когда подумали что я побуду я пойду я подружу я схожу но я I will be friends and I will say and I will go there and be there я когда-то помогал одной душе ну вот так таком служении душе попечительском служении I was helping somebody in you know my ministry и я благодарен Богу Бог спас помиловал и все хорошо and I was ministering to somebody the Lord saved and everything is good но был такой момент когда эта личность пришла ко мне вот здесь в эту кстати комнату but there was a time where this individual came to me here we met in this room кстати эта личность была очень мудрая я вот сейчас думаю она была мудрая this individual was very wise она эта личность могла бы так не делать но она сделала она пришла и говорит брат Володя у меня поступило приглашение и объяснила мне душа куда кем и в общем все но мне там сказали ничего плохого не будет мне конечно же сразу такая красная лампочка я говорю стоп но и я объяснил что что будет я говорю будет так будет так и так и будет беда горе будет я это вижу для меня это ясно как белый день будет но но мне сказали что они бух но я не делай не иди и и и и и и и послушалась не сделала не пошла и и и и не прошло много времени Бог благословил помог и устроилась жизнь, и все произойдет. Худые сообщества развращают добрый нрав. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый. На пути грешных он не стоит, а в собрании развратителей он не сидит. Потому что и то, и другое, и третье это есть худые сообщества. И они развращают добрые нравы. А сам обман заключается в том, что ну вот, мы уже сказали, да нет, да что вы, да все окей, да я знаю, да я сильный, да я духовный. Я помолюсь, я буду идти. Я вам рассказывал пример одним, я тоже поделился своей жизнью. Я покаялся, был во грехах, там такие всякие, покаялся. Ну и вспомнил, что в соседнем, там где-то в другом городе, там у него подруга юности. И у него такая ревность, братья, я поеду ее спасать. Погибает душа! Ну, в общем, он же ревность, он же весь такой, горит для Христа. Горит спасать, ну спасать. Спасенный призвали спасать. И говорят, подожди еще, ты еще, ты еще, ты, ты еще младенец, ты еще слабенький, ты там еле-еле. И он говорит, ты знаешь, я их не послужил. Я поехал спасать. Ну и, в общем, на этом мы эту историю оборвем. Не обманывайтесь! Худые сообщества развращают добрые нравы. Аминь! Как говорят у нас в народе? С кем поведешься? С кем поведешься? Наберешься. И мы по притчах могли бы там найти места, не дружи там с кем, с кощунником, чтобы тебе не научиться наклонности его там. И это говорит в провербе, что не будь друзьями с другими людьми. Другими людьми, да, не знаю. Другими людьми не твоя другая. Ты умирен. Ок? ОК. Меня спрашивают раньше. What is your last name? Я говорю, ОК. ОК. Yeah. What is your last name? Я говорю, ОК. Yeah. ОК. What is your... ОК. С. Н. И пошло дальше. ОК. It's like I'm trying to spell it to you. Yeah. Да не пребывайте, так не закончить. Я и так еле помню. Не сбивай. Ага. 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 И вот мы наконец-то, я говорил, походили по хорошим местам. And so here we walked in good places. Подчеркнули что-то полезное. We took something good. И пришли к тому же самому Галатам 6-7. Не обманывайтесь. And now we're back to Galatians 6-7. Do not be deceived. И здесь уже наш текст. And here is our text. И он говорит, не обманывайтесь. Бог поругай, не бываешь. Что человек? Посей человек, то и пожнет. It says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Давайте этому тексту зададим тот же наш старый добрый вопрос. В чем самообман? So let's ask this text that same exact question. Where is the deceit? How can we deceive? How can a person be deceived? So do not be deceived. Где тут окроется самообман? God is not mocked. For whatever a man sows, that whatever a man sows, that he will also reap. Where is the deceit? Does he think they can get along with it? Mm-hmm. Very good. Thinking they will reap something with their hearts of souls. Або больше, або меньше, тоже. True. Стоишься, что человек пожинает, а не будет с кухом, так и будет. Можно прочитать по-другому стиху. Можно? не поддавайтесь заблуждениям никому не удается провести всевышнего человек пожнет то что он посеял а я когда искал смотрел вот эти приводы то там еще не привод так говорит вот то что бог поругаем не бывает там говорит так что бога нельзя поставить глупое положение самообман вы говорили как заключается в чем что человек может себе так вот подумать все нормально сею я значит кукурузу а осенью пожнем картошку не обманывайтесь ты думаешь что ты можешь свою юность распустить по ветру как тебе угодно а потом так себе тихонько раз по тормозам дал успокоился женился и счастлива как полная чаша жена красавица дети умницы дом тропетажный машина какая машина феррари здоровье хоть добавляй и в общем вот такое все в общем такое все что человек посеет то и позже знаете я только за я только за что у тебя у меня у всех нас была жизнь как полная чаша не все так просто и однозначно в этой жизни и сжат ваш еще есть не обманывайтесь что посеял то экзекли то и пожнешь whatever you sow that exact thing you will reap можно прочитать коринфянам первые коринфянам та же пятнадцатая глава first corinthians 15 42 стих 42 с половиной сеется в тленье восстает в нетленье сеется в уничижении восстает в славе сеется в немушке восстает в силе сеется тело душевное восстает тело духовное так сказал апостол павел да сение жатва а вот теперь да да что мы посеем то и возрастет да а теперь мы уже еще раз сдаем немножко назад и по этому стиху порассуждаем более так его докладно разберем не обманывайтесь ну и дальше что посеет то и пожнет и здесь бывает самообман у людей мы уже сказали но есть же еще вот это предложение которое очень имеет сильное значение Бог поругаем не вот здесь я хочу остановиться не обманывайтесь Бог поругаем не бывает на украинской написано Бог осмийенный бути не может в норме в греческом просто в греческом не может в греческом никогда никогда он не может кто-то не может не могу не подвести то как нет в греческом воду не будут а пожалуйста он я буду же это я буду что А здесь говорится, никому не удается провести Всевышнего Бога, провести, насмеяться, ну знаете, обвести Бога вокруг пальца. Да, тут оно все, как бы есть разные такие оттенки, но я вот останавливаюсь сейчас, Бог поругаем не бывает, и Бог осмеянный, осмеянный быть не может. Вы знаете, что такое кощунство означает, слово кощунство? Кощунство, так, это не ересь, хереси. Это насмехаться над святыней, кощунник. Тот, кто насмехается над словом, употребляет слово Божье в шутках всяких непристойных и любых, над Богом смеется, над чем-то святым, над церковью, кощунник насмехается над святынями. И еще с таким презрением, с такой... Да, 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 с такой издевкой. Есть такие люди, которых апостол Петр назвал наглые ругатели. Ругатели плохо, а наглые, то это еще больше плохо. И они ругаются. Это не то, что они матерятся, они насмехаются, унижают, топчут. Всего этого ты не можешь делать с Богом. Бог поругаем, не бывает. Не был, не есть и быть не может. Он никогда не был, никогда не будет, и Он не будет. И не получится. И как вы сказали, там, насмехаться или обвести вокруг пальца. Как написано? Бог все знает и все видит, правильно? Да. И написано, не зайду даже в преисподнюю, ты там. Не зайду в бездну моря, ты там. Скрыться не денем можно от глаза Бога. Бога. А которые еще стараются обмануться мишевя, что они могут обвести Бога. Да. Видите, над Христом насмехались. Да. Но это не такая насмешка, как сказали, что Христос знал, что они делают. Но они не знали, что они делают. Наш классный руководитель, когда я ходил в школу, а я, поверьте, туда ходил. Наш классный руководитель любил говорить фразу. Смеется тот хорошо, кто смеется последний. А вы знаете, написано, что Бог посмеется, поругается над ним. Такая фраза, человеческий язык. Я знаю, что от вас тоже информация не спрятана, не сокрыта. И то, что я сейчас хочу с вами поделиться, это для вас, наверное, не новость. Но когда я рассуждал над этим словом, Бог поругами бывает, почему-то я вспомнил, что я когда-то где-то слышал, что есть подборка случаев таких, когда знаменитые люди пренебрежительно и насмешливо отзывались о Боге. Популярные люди, которые насмешливо и кощунственно отзывались о Боге. И я-то нашел и выписал. Прочитать. Прочитать. Поделиться. Выписал. Был когда-то такой дядька. Я его не знаю. И он меня тоже не знал. Он был политик и он был кандидат в президенты Бразилии. Я прочитаю его имя, вы, пожалуйста, запомните, я вас сейчас прошу повторить. Я прочитаю его имя. И тогда, когда вы его вспомнили, я вас прошу повторить. Танкредо Ди Амейдо Небес. Его имя Танкредо Амейдо Небес. Так? Да, так. Ты что по-русски тоже читать имеешь? Молодец. Этот человек, когда он вел свою избирательную кампанию, был кандидатом в президенты той страны. Да, и говоря так, что он высказался. Если я наберу 500 тысяч голосов своей партии, то даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского стула или поста. Не, ну мужик, ну идешь на президент, иди, занимайся, делай это все. Не трогай Бога. Не трогай Бога. Не трогай Бога. А он тронул. Сам Бог не помешает мне стать президентом, если я наберу вот такое количество голосов. Он это количество набрал. Танкредо. И радости его не было границ. И все было прекрасно. И за день до того, как стать президентом, он просто... Никому ничего не сказал, взял юмер. И он не сказал ничего. Никому ничего не сказал. Он просто умер. Вау. 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 Следующе персонаж. Малый член. Вау. 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 Воу. Вау. Орабле. Да, что ты скажешь? И он так и сказал. Как он сказал? Да, он так и сказал. И в первом же своем плавании, как все мы с вами знаем, в 1912 году когда моей бабушке было 4 года Титаник утонул. Конвертитет к саммаре. И до сих пор исследует глубины мирового океана. Сам Бог не потопит его, он сказал. Бог по ругам не бывает. Не бывает. И сказал бы, хорошо сделали, пусть Бог поможет доплыть до Америки. И он бросил вызов Богу. Ну зачем ты? Вы все, наверное, знаете личность, о которой дальше я скажу. Солист группы Битлз, жуки. Один из жуков. Джон Леннон. Он очень некрасивые слова говорил в адрес христианства. Он был 100% уверен, что христианство исчерпало само себя и скоро оно просто не исчерпнет. А Иисус Христос Он сказал, группа Битлз мы более сейчас популярны, чем Иисус. Вскоре его просто кто-то из каких-то ненормальных фанатов его просто застрелили. Христианство не исчезло. Иисус был и есть и будет Господь. Бог поругаем не бывает. И мы сегодня здесь собраны не в имя Джона Леннона, а в имя Иисуса Христа. И пославляем имя Иисуса Христа. И говорим и учимся и утверждаем, Бог осмеянный быть не может. Жалко, что ты Джон Леннон, этого так и не понял. Поржа Джон Леннон не мог бы понимать это с его словами. Ну, я думаю, когда он наконец решил это сделать, он был слишком поздно. Он уже был в эстернии. И... Бог садовил козявок этих. А? Бог садовил козявок. Бог. И... Очередной пример, я тоже давно его слышал. Не знаю, где было. У верующей мамы была дочка неверующая. Она вела некрасивую жизнь, нехристианскую. И однажды к ней приехали дружки на машине, чтобы забрать ее на какое-то очередное парти. И мама со слезами говорит, молодежь, возьмите Бога с собой. На что они рассмеялись. Сказали, у нас полная машина уже. У нас больше Богу нет. У нас больше нет места. Богу у нас места нет. Или... в багажнике. И ха-ха-ха. Газу. И вперед. Через несколько часов позвонили из полиции, сообщили, что произошла страшная авария. И эта машина попала в серьезную катастрофу. сама машина была неузнаваемой. Даже марки было сложно узнать. Что-то было за машина было смято просто. Все погибли. но к огромному какому-то такому непонятному удивлению, вот странное явление, багажник остался как будто отрезанный от машины и просто цел. Багажник. И когда полиция подошли и этого багажника открыли, он открылся как только с дилера машина. Открылся. И они увидели в багажнике лежало, как вы это называете, лоток яичек. Ни одно не было разбито. Бог порога им не бывает. Если вы нашли ему место в багажнике, багажник и сохранился. Куриные яйца для Бога не столь важны как люди. Но если люди плюют в его адрес и пытаются над ним посмеяться, то куриные яйца Бог спасет. И всем живущим кощунникам покажет, что Бог порога им не бывает. Знаете, люди грешили, люди грешат, люди будут грешить. Но есть большая разница. Когда человек грешит и понимает, что грешит, ему некомфортно. Но я грешник. Я знаю, что я плохо делаю, но я делаю, я не могу иначе. это одно и другое. Вместо того, чтобы плакать, апостол Павел говорит, вы возгордились. У вас появилось такое любодеяние, у которого язычников не слышно. У вас с женой и отца живут. и вы не прячетесь, и вы не краснеете. Вы не плачете. Вы гордитесь этим. И вот я хотел сказать, что большая разница между даже грешащими людьми. Одни грешат, знают, понимают и осуждают себя, но грешат. А другие вот этим грехом гордятся и бросают нагло вызов Богу. Это наглые ругатели. Наглые. Да. И они просто пытаются, пытаются, но у них они немного успеют. Бог поругаем не бывает. Да и аминь. Не обманутесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманутся. deceived. Бог не mocked. For whatever a man sow that he will also reap. то если сеет поруганье people sow mockery they end up reaping mockery. they mock God and they end up being mocked. Если кто шеет вечер пожнет не вечер а бурю. No I mean a lot of those people are dead now and they are still mocked. And instead of saying oh this person used to live you know how sad but it's like yeah this person lived and they remember it how foolish this person was to try to mock God that's the end is may the Lord keep us from all deceit 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 it's bad and we don't want people to lie to us but we этого как-то сложно нам это проконтролировать and it's hard for us to control that at times because it's hard for us to control that because it comes from an outside source but some себя обманывать but self deceit deceiving yourself вот это пусть Бог хранит may the Lord keep us from that не обманывайтесь Бог хранит не бывает do not deceive yourselves God will not be mocked мы будем молиться может быть у вас что-то есть еще сказать мысль какая-то пришла во время рассуждения before we pray do you have anything you want to share я хотел добавить насчет когда человек сеет и жмет не просто на пустоту не просто на пустоту делает а думая и размышляя если человек если человек насеял плохое если человек плохое насеял то что надо им делать то он думает и рассуждает если человек сеет доброе то он думает и рассуждает а человек который сеет злое зачастую он это делает бездумно глупо не рассуждая не пользуя вообще то что ему Бог дал под названием мозги особенно в юном возрасте что они думают они рассевают направо и налево но насчет посева давайте им это тема следующего разбора если Бог позволит нам дожить даст нам силы здоровье все нормально мы дальше будем рассуждать насчет посева помолимся